Одинцовская детская музыкальная школа В Одинцовском городском округе чтят и хранят исполнительские традиции православной духовной музыки. И, конечно, мы не можем оставить в стороне юное поколение молодежь от этого направления в культуре, в искусстве. И фестиваль «Серебряный олень» ввел в этом году новую номинацию, чему мы чрезвычайно рады. Номинация «Академический вокал» весьма популярна у конкурсантов. Здесь и романс Женьки из оперы «О зоре здесь тихие», положенный на музыку молчанного стихотворения Симонова «Жди меня», и цветочный дуэт из оперы «Лео де Либо Лакме», и зажигательное трио «Хорошие девчата», и искрометный дуэт Бонни и Стаси из опереты Имры Кальмана «Сильва». 15-летняя воспитанница музыкального театра «Олимп» Настя Мельник занимается музыкой с шести лет. Начала с класса фортепиано, а затем перешла на вокал. В будущем собирается поступать в ГИТИС и стать артисткой музыкального театра, участвовать в мюзиклах. А пока представила на суд жюри свадебную песню «Северная звезда Глинки». Для меня музыка – это в первую очередь способ выразить себя через звук, подарить радость слушателям, которые будут меня слушать, и вообще это здорово – выходить на сцену и дарить людям радость. Несмотря на ряд ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, участников «Серебряного оленя» в этом году стало больше. Кроме того, как отмечают члены жюри, вырос уровень подготовки вокалистов и концертмейстеров, а также профессионализм наставников. За период пандемии, за этот год молчания, не изменилось вот это желание выйти на сцену и спеть. Здесь, по сравнению с прошлым годом, мы второй раз принимаем участие в этом конкурсе, по сравнению с прошлым годом, значительно выросл уровень исполнительского мастерства. Очень приятно, что вот действительно маленькие детки начинают вот с такого возраста приобщаться к культуре, к искусству. Это очень приятно. Очень много талантливых деток маленьких. Конечно, они еще только-только начинают, но я думаю, что все хорошо. Иногда я себя ловил на мысль, что просто я сижу и получаю удовольствие, как от хорошего концерта. Номеров очень много. Есть, конечно, и такие любительские номера, есть совершенно профессиональные номера. Все очень разнообразно и, в принципе, хорошо. Мне кажется, все хорошо организовано. И вот эта атмосфера праздника – это самое главное. Лучшие вокалисты, как и победители других номинаций фестиваля, смогут выступить на традиционном гала-концерте «Серебряного оленя», который состоится 10 апреля в культурно-досуговом центре «Заречье». Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова